Здравствуйте, меня зовут Евгений Лисянский, я фотограф-видеограф в Люксембурге, а также работаю в маркетинговом агентстве и приглашаю вас на прямой эфир, который называется лайфхаки фрилансера или как работать и в путешествиях Для тех, кто будет смотреть эфир в записи, промотайте первые две минуты, пока все собираются и затем мы приступим к теме, я как раз открою нашу лекцию, да, всем здравствуйте Эфир планируется небольшой, около 15 минут, если у вас будут вопросы по ходу эфира, сразу его задавайте Итак, тут открылся слайд, но как работать во время, как совмещать активные путешествия и фриланс, лайфхаки фрилансера, что нужно делать, сразу хочется сказать, спасибо Виктория, сразу хочется ответить на этот вопрос никак, и конечно же я шучу, но оговорюсь, что такая работа, если вы работаете в путешествии, вам нужно проводить какие-то прямые эфиры, вам нужно делать свой бизнес, вам нужно делать и при этом еще и отдыхать, это все занимает очень много энергии, да, так как если это одно дело, если это пассивный отдых, да, где вы просто лежите на шезлонге и вы планируете, у вас есть время сходить там на обед, ужин, да, и все остальное вы приводите возле бассейна, то окей, здесь организоваться гораздо проще, но если вы планируете такие путешествия, как, например, у меня было в это выходные, когда мы осматривали новый город, осматривали новую достопримечательность, когда вы просто хотите вкусить все прелести жизни, то такая возможность есть, если вы все заранее будете планировать, то есть у вас, мы, когда вы на фрилансе, постарайтесь и знаете, что вам предстоит путешествие, да, вот такое вот активное, постарайтесь заранее, во-первых, доделать все проекты, которые можно доделать, да, постарайтесь заранее, заранее предупредить, да, что вы будете не в сети, что вы не сможете отвечать нон-стоп, но если есть такие дела, например, как если вы сторимейкер, да, и у вас нет возможности, конечно же, отложить свою работу, ну, возможно, один день из вашего путешествия, это будет выходной, но если нет возможности отложить ваше путешествие, то тогда вы говорите, окей, я не могу отложить свое путешествие, но я могу, я знаю, что с такого-то по такое-то время у меня будет здесь работа, мне нужно ее сделать, соответственно, вы говорите с теми тем людям, которым вы путешествуете, вот с такого-то по такое-то время давайте сделаем так, чтобы я в этот момент оказалась где-нибудь в кафе, если вам нужен интернет, да, либо где-нибудь, если это на улице, как я вела эфир в воскресенье, когда была хорошая погода, просто оказалась в том, в той позиции, где вам удобно, удобно это сделать и удобно создать те действия, которые вам нужны, так как большинство работ фрилансов, да, сейчас все зависит от именно вашего телефона, позабоитесь о том, чтобы у вас была зарядка в тот момент, когда у вас будет работа, да, конечно же, основной лайфхак это разгрузить себя и не иметь такую, не иметь работу, чтобы, допустим, три дня путешествия прошли супер нон-стоп, и вы погрузились в эту атмосферу праздника и отдохнули, но если такой возможности нет, то планирование всегда помогает мне и заранее подготовка, да, например, эфир я подготовила заранее, я заранее предусмотрела, что я буду рассказывать на эфире за неделю до этого, да, и перед самим эфиром, собственно, только сделала слайды, которые мне были нужны на эфире, чтобы их можно было показывать. Затем, что еще может спланировать фрилансер в своей работе? Фрилансер в своей работе может спланировать все до мелочей, да, если не получилось отложить или вам нужен компьютер, то вы берете этот компьютер с тобой и, например, встаете пораньше, чем все остальные люди, с которыми вы путешествуете и делаете свою работу. Что еще, конечно же, важен настрой, да, не так, что вы едете путешествовать и думаете, ой, сейчас все, успею, и работаю, и путешествие. Нет, нужно понимать, что когда мы в путешествии, мы не хотим работать, и это нормально, и это так и должно быть. Когда мы в путешествии, мы хотим отдыхать, да, куражиться, проводить время вместе с друзьями, и это здорово. Но если у вас есть какие-то обязательства, их обязательно нужно выполнять и не бросать. Для этого мы говорим всем людям, окей, мне нужен будет час, то есть мы планируем по минимуму, да. Если вы знаете, мы заранее делаем всю работу, но если что-то остается, мы говорим, типа не обижайтесь на меня, но иногда я буду зависать в телефоне, но я здесь с вами, и мне нужно там выложить сториз, мне нужно там спланировать, ответить заказчикам. Все это возможно, все зависит от настроя. Если вы внутренне настроились, что вы и отдохнете, и успеете сделать все свои обязательства, главное, чтобы они не были, их было не очень много, да. Например, у меня в этом выходные было обязательство, мне нужно было провести прямой эфир, совместный в воскресенье, также у меня на марафоне сториз-прорыв, также у меня было обязательство в субботу послушать эфир моего партнера Оксаны, на марафоне сториз-прорыв, что я сделала, да, мы были в пути, я слушала ухом и писала сообщение в канал о том, что эфир идет. Я знала, что мне нужно сделать эти два обязательства, да, и написать еще небольшой пост. Соответственно, я их выполнила, эти обязательства, но сделала эти обязательства минимальны. Основную всю работу к марафону мы проделали заранее, за неделю до этого. Всем добрый день, кто присоединяется. Спасибо. Да, и настрой. Я была готова к тому, что, да, переключаться между работой и переключаться между отдыхом и работой очень-очень тяжело. Что мне помогает в этом лично? Лично я знаю, какие есть у меня цели, да, какой цели ведет вся эта подготовка, какой цели ведет то, что я делаю, да. Это может быть как финансовая цель, так и какая-то имиджевая цель, которая вас ведет к тому, что вы там развиваете свой блог, так и цель того, что, а что это мне даст, да. Если я сейчас не выполню эти действия, посмотрите, ну, может быть, у вас разорвется контракт, который кормит вас, да, каждый месяц. Может быть, люди будут не рады, да, и найдут какого-то другого исполнителя. Поэтому для фрилансера очень важно выполнять свои обязательства и выполнять их в срок. Если не получается выполнять срок, мы предупреждаем заранее. Окей, я сейчас еду в путешествие, но у меня тут случилась запара, у меня плохой интернет, давай мы перенесем, прошу, давай сейчас я сделаю, предложу тебе там больше сделаю, чуть-чуть больше, да, но извини меня. И, конечно же, когда вы в путешествии, нужно обязательно отдыхать, нужно обязательно не все время думать о работе, да. Вы вот, я когда провела прямой эфир, все, я закрыла телефон и пошла дальше отдыхать, быть в моменте, да, я не думала о работе. Если у меня приходили какие-то инсайты, я их просто сразу записывала, но я там не проверяла, как там, какие заявки идут на курс, да, я не проверяла там, а что происходит вообще. Я приехала в понедельник и начала разгребать директ, отвечать всем на вопросы. Я думаю, что люди понимают, вы можете предупредить также в сторис о том, что вы сейчас на отдыхе, и вы ответите всем на сообщения в директе лично в понедельник, да, когда начинается рабочий день. Вот это разограничение между работой и отдыхом, да. Как я вначале проговорила эфира, что лучше всего, конечно же, все разгрести до того, как вы будете, едете в какой-то мини-отпуск, закрыть все проекты, да, но если такой формат вам невозможен, например, у меня на эту поездку выпал марафон сторис прорыв. Я заранее все подготовила, заранее все сформировала и провела только минимально необходимые действия в этом путешествии. Что еще помогает мне совмещать активные путешествия и фриланс? Конечно же, это то, что на меня работает личный бренд, да, и я могу людям в директе написать, извините, подождите до понедельника, да, когда будет рабочее время, я отвечу на все ваши заявки, на все ваши вопросы и несу вас в очередь, например, на личные консультации. А также отвечу на все вопросы по курсу, да, которые вы мне задаете. Я всегда сразу же отвечаю вам на все вопросы по курсу StoryMaker 2.0, но в рабочее время, да, я не встаю, например, Дальний Восток встает раньше, и я там всю ночь не чачусь с людьми в директе, да, по поводу курса. Я отвечаю им в свое рабочее время. Вам тоже нужно указать свои рамки, границы, где у вас начинается рабочее, рабочее время, а где оно заканчивается, начинается время отдыха, да, где вы не переключаетесь на работу. Это очень-очень важно. Итак, это были все мои лайфхаки фрилансера, которые помогают мне в путешествиях. Если у вас есть вопросы, можете задать их сейчас. Соответственно, давайте повторим. Это, конечно же, первое, это планирование. Мы планируем максимально разгрузить себя перед поездкой. Если мы едем, например, но еще один вариант. Если мы едем на отдых Батон, да, и думаем, что мы там по 8 часов будем работать, если вы не едете на 2-3 месяца в какое-то новое место просто жить, а просто едете отдыхать, то это не будет работать. То есть вам обязательно нужно, если вы едете на неделю в Турцию, то, опять же, запланируйте минимум работы и, там, органичивая себя 2-3 часами работы в день, да, максимум, чтобы вы вставали, шли на завтрак, работали, да, или работали после обеда, и затем все это время отдыхали. Потому что в новой локации это здорово поработать, но это реально требует больших усилий со стороны вашего силы воли, да, так как все там идут купаться в бассейн, а вы должны остаться здесь с компьютером, как бы вы понимаете, что это вам нужно, но вот это ощущение, да, вот это вот ваше настроение, оно реально залог вашего успеха, залог того, что вы придете к успеху и доведете все свои дела до конца. Благодарю вас за эфир, эфир сохраню в IGTV, если остаются какие-то вопросы, задавайте их под этим видео. Благодарю! Благодарю!